привет ребята сейчас походите я попробую показать себя давайте прямо вот с таким переворотом у меня знаете новый телефон старый телефон можно было начать снимать селфи камеры а потом перевернуть на обычную и я так обычное дело и показывала из себя чтобы узнали кто вам рассказывает и потом город а сейчас так не выйдет сделаем по-другому так не знаю чем это что вы там меня видели не видели типа я поздоровалась меня зовут кривошейная елена где нужно некий обычно келли не я живу в городе кирове иногда показываю про него видюшки давным давно не показывал потому что я раньше жила вот здесь вот центре это в принципе здесь недалеко автовокзал вокзал цирк парк имени кирова у цирка то есть в принципе самый самый центр может быть не исторический но тем не менее а переехал я на окраинку мы купили таунхаус а их центре не бывает там у нас лес красота но в город я выбираюсь реже и так наконец-то выбралась немножко по показываю меня попросили показать один из районов города я до него еду он дальний и по дороге тоже еще поснимаю и так это у нас октябрьский проспект одна из основных улиц города планировка нашего города такая хорошая квадратно гнездовая по моему называется то есть когда кварталы идут квадратиками они кружат как сумасшедшие как в каких-то например восточных городах вот помните этот бедный бегал в бриллиантовой руке пытался выбраться из города такого кружащего вот у нас все проще мы приезжаем с вами цирк и парк имени кирова это как сказать ориентирует это вот колесо все эти места все кировчане эти места знают здесь у нас находится гостиница по-моему пятый элемент 4 4 элемента а не подкину все-таки рядом с ней тоже не успела толком показать прошу прощения скачу на холмиках рядом с ней была гостиница вятка прикольный момент что гостиница вятка была первой советские времена еще у нас существовала а потом а потом к ней зачем-то пристроили гостиницу 4 звезды то сейчас гостиница вятка носит три звезды считается дайте-ка мы тут проскочим а то машинка тормозная вообще-таки рисковые маневры лучше не делать там ученик что ли за рулем мало ли что ну ладно пока стоим давайте я вам покажу это у нас сум сум наверно был в каждом советском городе тоже у нас тоже был с тех пор он и существует но вот эту вот красоту все подстроили значительно позже это вот стеклянное здание то есть вообще сумма было вот то маленькое здание этажей было тоже не столько было поменьше но надстроили достроили он такой сейчас конкретно современный торговый центр и в общем то нормально здесь у магазин кировские товары кировские товары тоже магазин такой известный как-то кировчане его все знают то есть если назначать например встречу где-то с кем-то пересечься надо то можно говорить в кировских товаров вас поймут едем по октябрь скому проспекту здесь у нас памятник кирову человеку давшему имя нашему городу вообще город киров раньше назывался вятка а еще более раньше он назывался хлынов название менял но вот когда наступили всякие девяностые когда пошло отрицание советского тяжелого советского прошлого и города стали переименовываться как-то киров это миновала не скажу что без бурь не скажу что прямо с бурями то есть были идеи переименовать его вятку до сих пор эти идеи видать есть прямо люди радующие за эту на эту тему но вот мне например нравится киров я родилась не в вятке а в кирове меня вполне устраивает плюс какие пустые деньги на все эти переименования товарищ киров вроде бы ничем себя таким не запятнал как например сталин кто-то не хотел бы носить имя сталинград хотя вот вы знаете что момент празднования сталинградской битвы девятого мая сталин литву как называется города волгоград переименовывает обратно в сталинград то есть знаете из истории слова не выкинешь что было то было как говорится так что все эти переименования я считаю что дурь такая прямо дурь-дурь если посмотреть сюда здесь у нас находится завод маяк ну как бы вот это здание маяка дальше злиться здание маяка но зелененько да вот это маяк дальше тоже длится здание маяка еще на другой стороне улиц ну как бы он квартал целый тянется и через улицу там тоже было здание маяка когда-то завода но через улицу здание все к заводским перестала принадлежать наверно тоже в лихие тяжелое 90 оно было продано запродано и там сейчас торговый центр у нас карусель тоже известный торговый центр и машина так ну в смысле карусель который тоже все знают там можно договориться о встрече опять же вас поймут куда вы там зовете встречаться что-то я выехала в самое такое пробочное время еще какие-то кусочки отхваченного маяка вот тут например бар неолит потом там ресторан сделан ну в общем когда заводы стояли а в кирове были в основном военные заводы когда в 90-е все остановилось госзаказа на военные на военные вещи не было заводы остановились и в общем-то по кусочкам распродавались или просто закрывались то есть у нас было точно так же сейчас все заводы в принципе мне кажется все которые существовали то есть на что есть авитек сельмаш маяк ацм то есть они все сейчас работают и самый наверно такой который на слуху это у нас наверно витек он как раз связан с военной промышленностью и сейчас самая масть да то есть заказ есть люди работают плюс там дается людям бронь ну в смысле от мобилизации и туда сейчас потопало очень много желающих смотрите вот здесь у нас тоже такое место это не микробиологии я не знаю как она сейчас официально называется но смысл такой то бишь как бы из уст уста ушка на ушко передается что там находятся микробиологические лаборатории где я уж не знаю что там делается он говорится что разрабатывается микробиологическое оружие а может быть наоборот противоядие против такого оружия разрабатывается ну по крайней мере вот такая штука у нас существует так едем мы дальше по октябрскому проспекту зачем-то мне под ноги хочется ехать грузовик он заехал не знаю чем она была под ногами хочет повернуть давайте мы перескочим другую сторону так октябрский проспект очень интересно это улица в плане того что вот она как бы мы едем по ней она прямая у нас а параллельно ей вот примерно в той стороне до идет идет улица карла маркса о какая страшная машина перед нами и мне приходится снимать чтобы вам такое показать давайте покажу детскую стоматологическую поликлинику вот это страшное место для всех лет детей нашего города но сейчас то не для всех всех вводят разные поликлиники раньше водили суда именно в это местечко так вот возвращаясь к октябрскому проспекту карла маркса то есть вот октябрский проспект идет а параллельно вот в той стороне да на несколько кварталов сторону идет улица карла маркса они параллельные помните ли вы школы что параллельные прямые не пересекаются так вот есть исключение из правил карла маркса и октябрский проспект пересекаются мы до этого пересечения сейчас доедем если на меня не наедет машина просто интересно октябрский наверно получается так он прямо идет то есть вот по нему мы прямо прямо едем а карла маркса сделает вот как сделает поворот ну вот она не сказала что она делает кстати поворота как это так правда получается ну да там есть маленький поворотик то есть получается карла маркса как плавно поворачивает что ты можешь даже и не заметишь что она куда-то ушла но в тем не менее эти две улицы идущие параллельно они в конце концов пересекутся буквально через квартал от того места где мы сейчас находимся вот впереди светофор зелененький если успеем я проскочу если бы на этом светофоре пойти направо то мы выехали бы к мосту у нас два моста старый новый мы выехали бы к старому мосту и по нему можно выехать из города по направлению примерно пермь о смотрите здесь у нас как бы место базирование видели машинки да место базирования автомобильчиков учебных то есть здесь начинают они движения то есть водитель их пригоняет сюда садятся ученики и дальше уже разъезжаются ученики сдача на пдд ну в смысле сдача на права тоже примерно происходит в этом районе улицы достаточно оживленные я думаю что не просто все это сдавать бедным ученикам вот кстати видите идет уже ученическая машинка они конечно обычно эта машинка здорово мешается вот они идут по краешку но я так конечно кто из обычных водителей любит ученические машины которые идут медленно-медленно могут делать неожиданные маневры но я стараюсь как-то относиться лояльно по причине что все мы когда-то там были то есть все мы начинали все мы учились а вот как раз то самое пересечение про которое я вам рассказывала вот мы едем сейчас по октябрьскому проспекту а вот та подходящая сбоку улице справа да это как раз карла маркса так ребятки сейчас я попробую опять показать себя потому что мне не перекручивается в общем ребятки на этом я пока репортаж заканчиваю я еду на филейку это район города и я планирую там тоже снять видео просили показать что за филейка такая я сниму покажу пока пока